И сизый полетел по лагерям, он иначе поступить не мог, оборву листок календарям. И, ой, ребята, а, камера включена, блин, а я... Ха-ха-ха, друзья, ну все, приплыли, Финителя комедия, шьют статейки нашим антикварам. Ребята, поступила информация, я не буду говорить ни города, ничего, ни фамилии, ни явки. Взялись очень жестко за антикваров. Значит, какая ситуация, объясняю, скажу своими словами, без юридических токсов. Тезисов. Значит, что произошло, что происходит и что будет происходить. Мои друзья, товарищи, знакомые, в общем, на таможне начали жестко прессовать, в том числе, фарфоровые статуэтки. Ребята, вы не поверите, уже несколько случаев выявлено, можете посмотреть в интернете. Методом тыка выбирают статуэтки фарфор и грозят контрабандой. То, что ты вывозишь культурное наследие, хотя по закону, вы знаете, что должен быть временной промежуток для того, чтобы признать это культурным наследием. Но у нас разбираться никто не будет. Ситуация очень серьезная. На самом деле, очень серьезная. Сейчас уже зафиксировано несколько случаев. Будьте аккуратны. Бомбят, в том числе, статуэтки. Самые простые. Вообще без разницы, сколько она стоит. 200, 300, 500, 1000. Изыскивают, отправляют на экспертизу. Вам звонят с таможни и говорят. Ай, люлю-лю, товарищ, а что же вы это все не задекларировали? А это вывозить нельзя. А кто определил, что это культурное наследие? Ну, кто? Какой-то эксперт. Вы же знаете, как в этой стране. Была хорошая пословица. Когда ты воруешь вагонами, тебе ничего не будет. Как только ты... Ну, здесь же мы говорим не о краже. А что люди хотят заработать кусок хлеба. Помните мои случаи, когда у меня, мне возвращали. Значки. Ну, вот значок 90-го года. Таможня вернула. Ножечек, бочка, бабочка. Вернули. Часы потеряли. Ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому я за границу, ребята, уже ничего не хочу отправлять. Пожалуйста, ищите себе здесь дилера, маклера. И тусуйте, мять, торпедой, блин, куда хотите. Потому что все это может трагически закончиться. То есть, первое, это предупреждение уже. Второе, админочка и уголовочка с обысками. Поэтому, друзья, не шутите. Ситуация очень серьезная. И вот я давно уже, вы не представляете, сколько меня просят отправить. Я вам кляну, каждый божий день. Азербайджан, Армения, Казахстан, Литва, Польша. Ну, куча, куча, куча. Сейчас буду перечислять. Там Америка, Япония и так далее. Вот так, ребятки. Предупрежден, значит, вооружен. Чтобы потом не пришлось вам вместе со мной, так сказать, чтобы я вас не продюсировал в жанре шансон. А то придется вам выпускать альбом. Это дорого. Сейчас альбом выпустить очень дорого. Ой, да, вот это дожились. Я сейчас слушаю, я не верю ушам своим. Просто фарфор начали тормозить. Это, знаете, сука, воруют тоннами. Просто тоннами воруют. Все, все уже украли. Все, что можно. Они, бедных людей, херачат статуэточка. Причем до смешного доходит. Они даже наклеим, они смешные. Ну, они ж тупые. Они же даже им по барабану. Я говорю, вы ничего не докажете. Пропажена у Карпоччина этой долбанной. Там еще же. Вы ничего не докажете. Но, в принципе, можно много здесь матюкаться. Можно много говорить. Но вот я вам сейчас говорю. Уже несколько случаев возврата. Я думаю, это сейчас будет касаться всего. Елочных игрушек. Ну, я уже молчу. Монеты, серебро. Это, ребята, это даже не рискуйте. Потому что значки мне четыре раза возвращали. Давно это было. Значки. Самые обычные. Самые простые. Девяностых, восьмидесятых. То есть, они же не разбираются там. Но. Сейчас взялись так, что вам уже маляву предъявляют серьезную. То есть, уже вам вменяют контрабанду. Представьте. Так что, каждая ваша отправочка уже будет на записи. Ребята. Обучение по антиквариату. Средства для чистки монет. Нумизматическая линейка. Пиар ваших неокрепших девственных каналов. А с вами. Свободный мегаденди. Золотой мальчик. Перекупщик. А что с голосом перекупщик? Перекупщик. Вот так вот нужно. Пошла массовка.